Что изменилось, скажем, за последний год с беспилотниками? За один год изменилось всё. Более того, за один год изменилось всё уже раза два. Беспилотники кардин... Беспилотники кардинально изменили современное поле боя. За два года войны в Украине беспилотным летательным аппаратам удалось больше, чем путинскому вундерваффе, чудо-оружию, которым президент России пугал мир накануне вторжения. Мировые СМИ обсуждают сейчас не сверхзвуковые цирконы и межконтинентальные баллистические ракеты, а различные модификации дронов. Как именно беспилотники повлияли на тактику и стратегию войны? Попробуем разобраться. То, в каких масштабах применяются дроны и беспилотники, пожалуй, застало, по-моему, врасплох почти всех экспертов. В первый год российского вторжения в Украину речь в основном велась о турецких байрактарах, которые успешно использовали ВСУ, и иранских шахедах на вооружении российской армии. Сейчас на миновании дронов десятки. Ударные и разведывательные, большие и малые, местного и зарубежного производства. Дроны летают в безумных количествах, 200 дронов в час. Война поднялась в небеса. Мы за год даже сами не заметили, как в военном деле произошел вот такой качественный скачок и переворот революции. Армия агрессора продолжает использовать иранские беспилотники для ударов по Украине и наращивает собственное производство. Хотите батоны, а хотите дроны? Киев также активно производит беспилотные летательные аппараты. Эффективно используют поставки дронов от западных союзников для уничтожения тяжелой техники противника. А морские беспилотники успешно атакуют корабли российского Черноморского флота. Все это не только влияет на распределение сил на поле боя, но и постепенно на военное дело в целом. С массовым использованием дронов-разведчиков, иногда оснащенных приборами ночного видения, становится все труднее неожиданно ударить по противнику. То, что раньше требовало наличия разведывательной авиации или разведгрупп в тылу врага, теперь решается проще – с помощью дронов. Почти исчез эффект внезапности, который раньше старались достичь всей армии современной. Ситуация на поле боя становится абсолютно прозрачной. Теперь очень трудно, незаметно подготовить ту или иную операцию. В общем, понятно, что делает противник. Благодаря беспилотникам стороны не просто узнают о действиях друг друга, но и происходит это практически в прямом эфире. Соответственно, времени на принятие эффективных решений требуется меньше. Благодаря дронам командование узнает об изменении ситуации на поле боя и реагирует гораздо быстрее. Большие скопления техники и людей уязвимы для ударных дронов. Силы приходится рассеивать, передвигаться малыми группами. До появления, массового появления такого рода беспилотников, там взвод, находящийся на расстоянии 5-6-7 километров, от линии боев мог чувствовать себя достаточно надежно. Теперь вот любое скопление личного состава, в полосе, скажем, 5-10 километров от линии боевого соприкосновения, может оказаться уязвимым. Именно с подобными ситуациями, как в первый год войны, так и сейчас, сталкивается российская армия. Атаки большими колоннами тяжелой техники захлебываются. Танки и БМП становятся легкой мишенью для ударных беспилотников ВСУ. Один из последних примеров — Новомихайловка. Атакующих россиян издалека заметили украинские дроны-разведчики. Потом большую колонну российской техники перебили ударные дроны. Снова нашу колонну разнесли бандеровские дроны. Новомихайловка. Смотреть горько. Беспилотные аппараты дешевле традиционной военной техники. Дронам «Камикадзе» не нужна броня, а следить за противником может обыкновенный квадрокоптер, такой же, с которого снимают праздники в мирной жизни. Даже специализированный ударный дрон обходится дешевле, чем снаряды. Дрон достаточно дешевый, но наиболее дешевые экземпляры, говорят, стоят порядка сотни долларов, что намного дешевле, чем современный артиллерийский снаряд крупного калибра с точным наведением. На подготовку высококлассного пилота-истребителя уходят годы и миллионы долларов. Обучение оператора-беспилотника позволяет армиям экономить и деньги, и время. На вес золота стоит пилот. Оператор дрона будет вам стоить 100 грамм золота, допустим. Значит, их можно готовить в гораздо больших масштабах, и гораздо меньше времени требуется на подготовку. Кроме непосредственного ущерба, дроны оказывают и психологический эффект. На поле боя беспилотник выслеживает противника, зависает над ним и сбрасывает специально модифицированный боеприпас. Все это снимается на видео и попадает в социальные сети. Напугать противника призваны и боевые дроны, бьющие по глубоким тылам. Они не оснащены камерами, но видео и фото за них делают очевидцы. Россия ими наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Но в последнее время не проходит и дня без новостей об атаках украинских беспилотников на российские энергетические, промышленные и военные объекты. Массовое применение беспилотников предполагает и новый подход к защите одних – маскировку, радиоэлектронную борьбу и ПВО. Если ракета стоит 1 миллион долларов, то запускать ее по дронам стоимостью несколько тысяч нет смысла. Приходится разрабатывать более доступные системы защиты, в частности глушилки, перебивающие сигналы беспилотных летательных аппаратов. Нехватка дешевой и эффективной защиты от дронов поставила под сомнение безусловную эффективность флота, например, российского в Черном море. За два года Москва потеряла там до двух десятков кораблей. В основном именно по вине морских беспилотников, которые в среде военных экспертов принято называть безэкипажными катерами. Возникает вопрос, а нужно ли строить эти очень дорогие вообще военно-морской флотки, очень дорогое удовольствие строить такие корабли. И главное, какую задачу эти корабли должны решать. Широкое применение дронов показало, что успеха в войне можно достичь и без применения дорогостоящей техники, тех самых путинских вундерваффе. Что поменяли действительно дроны, что они очень уравняли небольшие сравнительно государства, не такие сильные, не государства, не имеющие стратегических возможностей. Не говорим, что мы в авианосцах, хотя и в спутниках собственных. Еще одна важная особенность войны дронов – постоянная эволюция вооружений и средств защиты. Противники пытаются обогнать друг друга, а поскольку технологии не очень дорогие, то перемены происходят быстро, с невиданной до сих пор скоростью. Разумеется, примеров того, как дроны повлияли на ведение войны, гораздо больше десятка. Некоторые из них, как то успех дешевой техники и упор на массовость, мы могли наблюдать и в противостоянии между Израилем и Хамас. Аналитики пытаются осмыслить происходящее и извлечь из него уроки. И Украина, и Россия активно готовят операторов в беспилотных летательных аппаратах и разрабатывают новые дроны. Но всю самую тяжелую и опасную работу на фронте продолжают выполнять пехота, танкисты, артиллеристы и военнослужащие других специальностей.